Как дать мусору вторую жизнь, учит детей быть эко-осознанными фонд Булата Утимуратова. Такие мастер-классы проходят в рамках проекта «Зеленые школы». Ученики шестого класса одной из алматинских школ на этом уроке узнали, как жить экологично. Они принесли из дома тетра-пакеты и пластиковые бутылки, которые хотели выбросить как мусор. Однако теперь это уже кормушка для птиц и новогодняя игрушка, сделанная своими руками. Я могу из мусора сделать хорошие игрушки для елки и разные вещи. Я узнала про то, что нельзя пить из одной бутылки много раз, потому что там очень много микробов, может питаться воду. И нужно выкидывать бутылки, отдавать переработку. Детям рассказали и об эко-поведении. Теперь они знают, как пластик вредит окружающей среде и меняют свои привычки. Такую инициативу в школах Алматы внедрил фонд Булата Утимуратова. Эко-активисты и сами школьники с радостью поддержали идею. Мы провели ряд мастер-классов в школах, где рассказали детям, что такое мусор. Что мусор – это не обязательно плохо. Всё зависит от того, как мы, люди, с ним обращаемся. Видно, как они слушают, как они отвечают. Многие уже разбираются в этом, знают, как всё устроено, как работает. Очень удивляют. Мастер-класс – это одно из направлений проекта «Зелёные школы». Его внедрили в 16 государственных школах Алматы. В этих учебных заведениях фонд Булата Утимуратова построил круглогодичные теплицы. Чтобы предотвратить замерзание овощных и ягодных культур в зимний период, были установлены инфракрасные обогреватели и проложен обогревающий кабель в почве. Факультативные занятия проводятся для учеников с 5 по 7 классы. Дети полностью знают, как работает теплица. Теплица очень многофункциональна, потому что здесь всё оборудовано. И очень легко, а главное, интересно работать. У нас огурцы, помидоры, томаты. Также у нас есть баклажаны, перец. Дети сами тоже высаживали. Общий бюджет программы на три года составил около 2 миллионов долларов. В последующие два года к инициативе присоединятся города Нур, Султан и Шимкент. Там установят ещё 40 теплиц. Школьники получают возможность выращивать овощи, ягоды и зелень. А урожай используется в демонстрационных проектах и конкурсах между командами школ.